МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Настоящий шок! В Латвии скоро некого будет лечить", говорит известный доктор Петерис Апинис. Здравствуйте! Такова тема нашего нового 292-го выпуска новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале МартЛайф. Сегодня наше внимание привлекла статья на латвийском новостном портале пресс.лв Апинис о причинах отъезда из Латвии врачей. С одним желанием больше зарабатывать. Не будем себя обманывать, улыбаясь говорит знаменитый латвийский доктор. Скоро в Латвии некого будет лечить, потому что население-то сокращается. Потому что есть такое отношение. С другой стороны, оставшихся некому лечить. Сейчас в Латвии Центральной Республике Прибалтики постоянно говорят о том, что многие и многие врачи уезжают в другие страны. Рассказать и говорить, и думать об этом. Каждый год за границу утекает примерно 20% молодых врачей. 20% в год. Нетрудно посчитать, что через 5 лет в Латвии молодых врачей совсем не останется. Основной причиной отъезда молодых врачей из Латвии называют низкую зарплату. Это к вопросу о том, что часто пишут. В Латвии отличные зарплаты. Я прекрасно понимаю, что происходит с молодыми врачами в Латвии. Говорит известный доктор Петерис Апинис. Это фантастические проблемы. По его словам, как-то встретил он одного паренька. Я спросил у него перед отъездом, почему ты покидаешь родную республику. Я не знаю, как менять это. Увы, он уже уехал из Латвии. И паренек мне честно ответил, что, мол, здесь мне делать совершенно нечего. Я не ощущаю Латвию своей страной. Это жизнь, где мы живем. По словам Петериса Апиниса, уезжают из Латвии не только латышские доктора, но и русские, а также евреи и врачи других национальностей. Многие из них прекрасно, даже перфектно говорят на латышском языке. Они замечательные специалисты, скажем, хирурги, кардиологи. Однако они все равно решили уехать из Латвии. Когда ты капаешь эту идею, несешь эту идею, борешься за эту идею. Как посетовал Петерис Апинис, скоро в Латвии население некому будет лечить. С другой стороны, печально шутит доктор, лечить-то будет некого. Но я думаю, что люди все-таки должны осознать. Кстати, многие латвийские медсестры уже давным-давно находятся за границей. Их дети тоже рождаются там, за границей. Эти семьи остаются там, увы и ах. Мы теряем наш генофонд, отметил доктор Апинис. Человек – это тот существо, которое дано какой-то мозг. По словам известного врача, в латвийском здравоохранении по-прежнему царят неопределенность и бюрократия. Да, деньги, конечно, это существенный фактор, почему врачи уезжают, но далеко не главный фактор. Знаете, там это фантастическая проблема, это проблема мышления. Например, кардиолог за рубежом имеет возможность пересадить порядка 50 сердец в год, а в Латвии только 5, то есть в 10 раз меньше. Технологическое развитие, доступность лекарств, лабораторная диагностика – все в пользу зарубежных клиник. Тогда что-то не в порядке с нами самим. При этом, если почитать латышские средства массовой информации, то, оказывается, врачи бегут из Латвии совсем по другой причине, а именно потому, что им приходится говорить с пациентами в Латвии на русском языке. Ну, более или менее, но есть. Получается, что в своей родной Латвии доктор не может использовать свой родной латышский язык. Но я думаю, что люди все-таки должны осознать, это жизнь, где мы живем. Однако, если, например, латышский врач уезжает в Германию, то разве он там использует латышский? В общем, вместо того, чтобы реально решать проблему, опять ищут крайнего. Давай снимаем с этого земного шара. А самым крайним, как принято нынче в современной Латвии, признается почему-то русский язык. Примечательно, что в советской Латвии уровень медицины был очень и очень высоким. Многие жители Советского Союза приезжали лечиться именно в Прибалтику. Рижский медицинский институт, который сейчас называется университетом Страдыня, гремел по всему СССР. Советская Латвия гордилась и своим новым рижским роддомом. Уровень рождаемости тогда в советские годы был на высоте. Ожидалось, что к 2000 году численность населения Латвии Центральной Республики Прибалтики достигнет почти 3 миллионов человек. В общем, что бы ни говорили, советская Латвия действительно процветала. Так написал один из комментаторов. Ну а теперь в Латвии, согласно официальным данным, проживает 1 миллион 800 тысяч. Хотя пессимисты говорят, что на самом деле численность населения всего лишь полтора миллиона. Некоторые считают, что в Латвии осталось и вовсе не более 1 миллиона 300 тысяч человек. Получается аж в два раза меньше, чем в советское время. Увы, чем меньше остается население и чем больше отъезжают врачи, тем дороже медицинские услуги. В государстве есть только две цели. Один, это чтобы люди жили дольше. Второе, чтобы люди жили качественнее. Вот на все том же новостном портале пресс.лв мы прочитали статью 410 евро за вырванный зуб. Жительницу Риги удивила стоимость анестезии. В этом я полностью уверен. Читаем статью. Сделав рентген, врач объявила, что необходимо провести чистку каналов, что обойдется почти в тысячу евро. И тогда Линда, не знаю, вот она на фотографии, или это жанровый снимок, но она приняла решение вырвать зуб. В итоге гражданке Латвии пришлось заплатить 410 евро. Только одна анестезия ей обошлась в 133 евро. Линде объяснили, что она находится в частной клинике. Мол, никто ее не заставлял приходить. Она ведь сама обратилась. Потому что есть такое отношение. Линда написала о своем случае в социальных сетях. Ей, конечно, посочувствовали. А потом комментаторы начали делиться другими подобными шокирующими историями. Дискуссия закончилась традиционным выводом. Надо уезжать. И комментаторы начали уже обсуждать, куда именно лучше уезжать. Вот такая печальная картина в Латвии, в Центральной Республике Прибалтики. Напоминаю много уважаемых зрителей, что вы смотрели очередной 292-й выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские Иды» на канале Март Лайф. Тема выпуска такая – «Скоро в Латвии некого будет лечить», говорит доктор Петерис Апинис. Нахожусь в тех, которые государство не любит. И, судя по всему, некому будет лечить, поскольку количество врачей, как и в целом населения, тоже неуклонно сокращается. Вот такой настоящий шок. Как всегда напоминаем, что вы находитесь на канале Март Лайф. У нас много других видео на самые разные темы. Смотрите их, отсылайте друзьям и знакомым. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы, мы обязательно на них ответим. А на сегодня у нас все, до следующих встреч, пока! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ